Праздник Крещения Господа нашего Иисуса Христа В праздник Крещения, а также накануне в Сочельник, мы совершаем чин великого освящения воды. И как мы знаем, в Православной Церкви особое отношение к крещенской воде. Она еще называется Великой Агиасмой, что в переводе с греческого означает Великая Святыня. Об этой Великой Святыне и о празднике Крещения мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, отцом Андреем Полевым. Отец Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, отче. Отец Андрей, если можно прямо вот вкратце рассказать, о чем праздник Крещения, и почему крещенскую святую воду называют Великой Агиасмой, Великой Святыней? Ну, если быть совсем кратким, то праздник Крещения заключен в крещении Господем на реке Иордан, от Иоанна Притечи. А предшествует событие именно тому, что сам Иоанн Притечи крестил людей в оставлении грехов в покаянии. То есть, когда люди приходили, хотели принести покаяние, то именно омовение в реке Иордан символизировало собой именно избавление человека от грехов. То есть, крещение в покаянии. Когда же Господь посетил его и пришел, по сути-то, внезапно, то Иоанн Притечи даже засомневался в том, что «а как я буду крестить того, кто выше меня?» «Что я даже не достойен развязать его обувь», — говорил он креститель. Но Господь ему повелел, чтобы тот совершил то, что необходимо было сделать. Хотя не нуждался в крещении, не нуждался в этом действии. Но, видимо, промысел Божий был заключен именно в том, чтобы действительно Иисус Христос принял крещение именно как человек. То есть, осветилось именно человеческое естество. И даже был голос с неба, и Дух Святой в виде голубя сошел. А голос сказал, «Это Сын Мой возлюбленный, в Нем есть Мое благоволение». И тем самым было свидетельство самого Небесного Отца о том, что это Его есть Сын, воплотившийся. Дух Святой, сошедший в виде голубя, знаменовал собой именно освящение. То есть, именно голубь, как существо чистое, несущее в себе искренность и даже какие-то, скажем так, знамения святости, символизирует как раз именно эту святость, которая и посещает человека, принимающего крещение. Поэтому крещение Господне — это два слова, которые, по сути, собой и сами выражают мысль библейскую, написанную в Евангелиях, которое заключено именно в самом событии. Крещение кого? Крещение Господне. Но если мы говорим «крещение Господне», подразумеваем именно Иисуса Христа. Отец Андрей, а почему крещение в воде? Почему освящается вода? Почему вот такое отношение именно к воде? Почему крещение происходит в воде? И почему мы вот так относимся к крещенской воде, как к великой святыне? Можно сделать небольшую отсылочку к нашей догматике церкви, к ее канонам. Дело в том, что в любом таинстве участвует вещество. Как участвует не тварная энергия, божественная энергия, благодать Божия, так и участвуют, соответственно, и материальные вещества, которые становятся как бы свидетелем происходящего. Допустим, взять исповедь. Священник использует епитрахиль, крест, Евангелие. Взять тайство елеосвящения, так называемое соборование, где участвует еле и вино, соответственно, кистью помазывается человек. А если мы говорим о крещении самого человека, то используется вода, опять же, как омывающий, как символ омовения греха. То, о чем как раз мы сказали в начале. И, соответственно, конечно, вода под собой подразумевает, опять же, что? Чистоту. Если брать символику, то чистоту. Чистоту души, чистоту разума, чистоту сердца. И когда благодать Божия освящает святую воду по молитвам священника, епископа, патриарха, или же, как мы видим в Евангелии, пророка Иоанна Претеча, то благодать сдает именно эту силу не только омыть скверну человеческого греха, но еще и дать силы к борьбе со грехом. И это очень важный аспект. А почему великая святыня-то, отец Андрей? А почему великая святыня? Значит, на греческом языке звучит как агиасма, то есть такая, действительно, величайшая святыня. Но здесь, наверное, больше связано именно с историческим контекстом. Почему? Потому что раз в году совершается это освящение. Да, мы знаем, что накануне 18 января совершается тот же самый абсолютно чин, который происходит и 19-го. Но 18 января он происходил для тех людей, кто принимал Таинство Крещения, для оглашенных, потому как в течение года люди готовились к принятию крещения. Не как сейчас, пройдя несколько бесед, а действительно готовясь, свидетельствуя о своей вере, они, принимая крещение, соответственно, омывались в водах, освященных именно как великая агиасма. Потому как сам чин освящения воды, великий чин освящения воды, отличается именно от простого чина. Да, с одной стороны, мы скажем, может быть, здесь какой-то есть магизм подразумевается, либо же приоритет, одна вода святее другой. Мы отдаем большее значение, большее благоговение, большее служение посвящаем этому чину. И он тоже связан именно с тем, что Господь действия своей благодатью в этот день, как знамение, как символ, как историческое событие, дает нам возможность осветиться в этот день. Он призывает всех нас осветиться в этот день, не просто купаясь в проруби, а именно посещая богослужение, выстаивая за божественной литургией, молясь за нее, а после, идя крестным ходом со священством на Иордань, либо купель, либо бак с водой, который будет освящаться. Дмитрий Андреевич, ну раз вот вы заговорили про купель, откуда вообще пошла традиция купания в проруби, и какое оно значение вообще имеет для христиан? Ну, честно говоря, опять же, для христиан оно, с одной стороны, не имеет никакого значения, как бы эта страна ни звучала, с другой стороны, если человек относится с благоговением, с трепетом, со страхом Божиим, он молился за божественную литургию, он участвовал в освящении воды, то почему бы ему не окунуться в прорубь, но опять же, сообразуясь со своим здоровьем, со своим состоянием внутренним, то есть он должен быть готов как внутренне, так и внешне, как физически, так и духовно. А если мы говорим об историческом контексте этого события, самого мовения в купеле, да, окунания в ледяную воду, то, честно говоря, с церковными обрядами оно никак не связано, потому как эта традиция больше народная, и вышла она, к сожалению, среды как раз языческой, где считалось, что именно вода избавляет себя от различного негатива, а, соответственно, приняв христианство на наши дорогие сограждане, наши предки считали, что именно эта вода избавляет их от грехов. Даже не то, чтобы избавляет, а она смывает эти грехи. То есть каким-то автоматическим, магическим способом, окунаясь в эту прорубь, осенев себя крестным знамением, ты получаешь избавление от греха. Но на самом деле нет. Чтобы человек избавился от греха, необходимо покаяние. То есть внутренняя работа над собой, осмысление греха, осмысление своих действий. И что самое важное, должны быть плоды покаяния. Потому что, ну, можно, конечно, прийти искупаться, можно с благовея пуститься в прорубь, но какие плоды будут от этого? Воспаление легких? Или же, как говорится, потом мне нальют рюмочку водочки, и я порадуюсь тому, что праздник, а сам не был в храме. Тоже вопрос очень такой серьезный, открытый, и требует, наверное, осмысления со стороны каждого человека, кто готовится опуститься в прорубь. То есть мы можем с уверенностью сказать, что мысль о том, что я сейчас искупаюсь в проповеди и, значит, очищусь от всех своих грехов, это мысль неверная, это заблуждение, что человек, как вы сказали, отец Андрей, получает очищение от грехов только через покаяние, через свое исповедание грехов Богу и через свое желание, стремление изменить свою жизнь. Да, сотворите достойный плод покаяния, покаяния, как говорил Иоанн Креститель, фарисеям, которые шли к нему креститься. Все верно, но здесь еще необходимо уточнить одну деталь. В покаянии всегда есть свидетель, потому что есть понятие раскаяния, когда я признаю за собой грех, действие греха, страсть, то есть устремление ко греху, и другой вопрос, когда у меня действительно есть желание измениться, когда я прошу Бога не просто простить меня потом вернуться ко греху, я прошу о помощи победить этот грех, и я призываю в свидетелей священника, который меня исповедует, либо епископа, как к тому призывать нас Господь и сами каноны церкви. Поэтому вопрос тоже действительно очень серьезен в этом плане. И само омовение в купеле, либо же посещение каких-то святых мест с купелями, оно не избавит нас от действия греха. Необходимо осмысление и необходимо свидетельство именно в исповедании наших грехов, в тайстве покаяния, как и сказал отец Назарий. Ну и опять же, развивая вашу мысль, можно опять же еще раз акцентировать внимание на том, что купание на крещение, в купеле, в проруби, все-таки должно быть естественным продолжением молитвы церковной. То есть что человек почтил праздник, он сходил на богослужение, помолился, он набрал домой святой воды. И, скажем так, зная, что в этот день освящается вода и желая, скажем так, приобщиться к всеобщей радости, погружается в купеле, опять же, как имея почитание праздника. Но вот здесь возникает тоже вопрос, а вода в купеле считается святой та, над которой батюшка совершил чин великого освящения, или все-таки в день крещения все воды освящаются в мире? Хорошо, начнем от противного. Чисто логический вопрос. Если все воды в мире освящаются, значит, освящается река Ганг, в которую пускают, как мы с вами знаем, сожженные трупы людей. Освящаются, значит, канализационные воды, сточные воды заводские. Ну, это какой-то абсурд. Мы должны понимать, что именно священнику дана власть действовать не то, чтобы от лица Божия, а быть проводником благодати Божией и призывать имя Божие в определенном месте, в специальном месте, отведенном для этого. Поэтому и вырубается абдань в виде креста, либо же проруби, да, но чаще всего в виде креста, если священник освящает. И, соответственно, он, совершая чин великого освящения, он призывает благодать Божию. Сойти на это место, осветить эту воду и даровать тем людям, кто ее будет употреблять, либо умываться, сказано, а не просто плескаться в ней, с благоговением, принимая ее, даст Господь силой к побеждению греха и победе над, может быть, даже какими-то болезнями. Действительно, этот момент есть. Отец Андрей, а как же вот, да, когда там и бабушки, там и родственники, да, там говорили, что вот я там в крещении набрал с крана святой воды, и вся же вода святая, она у меня вот там стоит, пять лет не портится. То есть вот среди людей, если я не ошибаюсь, по-моему, даже в богослужении есть момент как бы о том, что освящается водное естество как бы в праздник вот крещения Господня, как вот это все-таки все сочетается? Ведь мы же понимаем, что не на пустом месте как бы, да, возникло вот такое понимание освящения водного естества, как бы, да, всей воды. Как бы, как вот нам тогда к этому относиться? Или все, кто набирали воду с крана на крещение, по каким-то причинам, у которых, возможно, не получилось прийти в храм? Ну, допустим, или, например, да, там, в то же советское время, например, на праздник крещения, я допускаю, что вполне возможно у многих, особенно кто в селах жил, которым приходилось там за много километров по несколько часов идти до храма, может быть, не всегда была возможность прийти, набрать храм. Они вот набрали с крана. Получается, мы их расстроили? Или это не так? Нет, нет, не совсем так. Опять же, вопрос, конечно, такой интересный, на самом деле, потому что я и сам, помню, когда воцерковлялся, набирал воду, и она действительно, да, не протухала, но это касается мне как раз дней, когда существует само событие праздника. Опять же, братья и сестры, мы с вами привязываемся к пониманию того, что необходимо участие в самом торжестве праздничном, в самом богослужении, потому что именно тогда вода освещается, когда происходят праздники. То есть в течение там восьми дней, если я не ошибаюсь, до отдания праздника происходит это освящение. Но опять же, оно же происходит именно в ночь, насколько я понимаю, да, то есть, как говорится, и свидетельствуется в песнопениях, оно происходит именно в самый день именно совершения самого богослужения, то есть 19 января. И да, действительно, вода не портится, она стоит, но Господь может забрать свою благодать от нечестивого человека. И если я говорю, что я вот в церкву не пойду, а дома я воду наберу и буду пить как освященную, не спросит ли меня Господь за мою лень? Не спросит ли Господь за мое самонадеяние? Не спросит ли меня Господь еще за что-либо? Понятное дело, конечно, когда у тебя в храм в нескольких десятках километров от себя какая-то немощь одолевает, но есть другой способ доставки святой воды домой. Не обязательно нести 20-литровый бидон или 100-литровый бак. Не обязательно. Можно взять небольшой пузыречек, наполнить его той же самой агиасмой, великой святыней, освященной крещенской водой, а потом добавить в чистую воду и также ее употреблять в течение года. Она действительно не будет протухать. — Отец Андрей, перебил. Вот это тоже очень важный момент. То есть мы говорим о том, что вода простая освящается, если в нее добавить святую воду, даже, допустим, каплю. Правильно? — Говорят, да, каплю моря освящает, естественно. И действительно, когда священник едет на совершение треб, допустим, освящение жилища, он тоже может брать с собой не бутыли с водой, а взять небольшой пузыречек и потом в чистую воду налить. И, соответственно, этой водой уже кропить жилища, кропить какие-то постройки, либо же имущество движимое, автомобили, катера, вертолеты, самолеты, ракеты и так далее. — На самом деле вопрос это тоже важный. Дело в том, что, например, есть некоторые села, где не все хорошо с водой. Вода с крана идет грязная, и приходится воду закупать питьевую, чтобы можно было не болеть и пить хорошую воду. И в храмах, например, вот в таких селах набираются баки со святой водой, но ее, бывает, не всегда всем хватает. Да, и порой бывает так, что люди приходят, им говорят, приносите свою воду, и мы вам добавим туда святой воды. Или там набирают только половину бутылочки, чтобы люди сами пришли домой, уже разлили кому действительно сколько надо. И вот люди некоторые с непониманием относятся к этому, начинают высказывать свои опасения, переживания о том, что вот мы в городе пришли, в храм, там всегда всем воды хватает, а вот здесь человек пришел, а ему только половину бутылочки наливают и отказывают, говорят, все, нельзя. И у человека сомнение, что будет ли эта вода действительно святой? Вот ему там налили немножко, а он пришел домой, разбавил. Не будет ли это там половина святости или только половина благодати? То есть на самом деле для людей это вопрос насущный, но может быть для людей, которые еще не совсем воцерковились, которые, может быть, еще только идут навстречу Богу. Понятное дело, что для человека главное в празднике это сам Христос, сам Господь, о чем мы с вами сегодня и говорим. Но вот для, скажем так, человека, который еще только на пути к Богу, это действительно очень важный вопрос, Отец Андрей, что действительно вода освещается. И здесь нет на самом деле ничего такого страшного, если воды ты немножко набрал, а не там огромную пятилитровку или там 20 литров. Да, хорошо, что мы не в пустыне живем, потому что на самом деле, где бы мы тогда брали воду, и она бы стоила, конечно, совершенно иных денег. Здесь у нас есть доступ к воде в городских приходах, храмах, но тем не менее она же тоже набирается из обычных водопроводных труб. За редким исключением храм может себе позволить закупить очищенную воду, чтобы можно было ее потом бесплатно раздавать людям. То есть необходимо, что кто-то проинвестировал эту идею, то есть вложился в нее. Но, к сожалению, мы чаще именно смотрим на церковь с позицией потребителя. То есть мы приходим в церковь что-то взять. А вот, допустим, с утра прийти с лопатой и помочь батюшке прочистить проход к Орданию, вокруг храма почистить снежочек, да и вообще, в принципе, придя к храму, взять с собой лопату и просто элементарно помочь очистить снег. Вот это, например, той благодарности как Богу, так и приходу и самому священнику, кто ради тебя как раз потрудился, постарался, послужил в этот день, прославил Господа и призвал благодать Святаго Духа на воду, которую тебе же опять же и дали. Пускай даже и сто грамм тебе дали этой воды, но ты ее действительно доставил до дома, добавил в свои чаны с водой чистой, может быть, которую ты купил, либо же налил из колодца и потребляешь ее в течение года. Вообще, в принципе, у меня были такие случаи, когда я, посещая Святой Гор Афон, носил с собой пол-литровую бутылочку. И там, где я бывал на святых источниках, я набирал буквально по грамм, наверное, 50 этой воды. И когда я приехал домой, у меня всего была пол-литровая бутылочка. Но зато этой воды мне хватает до сих пор. Прошло 8 лет, а эта вода у меня до сих пор еще расходуется. Потому что, во-первых, мы употребляем, совсем понемногу, как великую святыню. А с другой стороны, вспоминая те события, с которыми были связаны эти походы, паломничество на Афоне, мы, естественно, как говорится, дорожим ею. Вот как именно воспоминания, как святыни. Поэтому я думаю, что ничего страшного нет в том, что нам не нальют полную бутылку. Да, действительно, люди очень многие приходят и по 200 литров в городе набирают воды, не знаю зачем, для чего. Но почему-то есть такая тенденция, к сожалению, именно потребительская и даже, скажем так, какая-то жадность, что ли, к святыне. И что самое важное, братья и сестры, особенно в городских храмах, не знаю, как в сельских, но бывает такое, что просто нет дисциплины среди людей, нет понимания того, что мы стоим перед святыней. И что Господь волен действительно дать благодать и волен ее забрать за наше неблагоговение, неблагочестивое поведение возле Иордании. Поэтому так называемые гулянки, пьянки на святых источниках, либо же набирание воды с помощью кулаков и расталкнений других людей совершенно нас не красят и тем более не оправдывают в лице Божьем. И батюшек огорчает. Отец Андрей, вот Вы упомянули о том, что Вы набрали понемножечку святой воды с разных источников на горе Фон. Она у Вас уже находится много лет. И здесь понятно, то есть Вы храните, потому что на Фон ты, ну не всегда у тебя есть возможность каждый год слетать туда, чтобы обновить воду со святых источников. А как быть, когда люди приходят и говорят о том, что вот у меня крещенская вода уже пять лет стоит и не портится. И, ну, у христианина возникает вопрос, а почему она у тебя стоит пять лет? Ты раз в пять лет только посещаешь храм на крещении Господня. То есть насколько это вообще правильно хранить вот так по многу лет воду и, скажем так, наблюдать за ней, она испортится или нет? Или все-таки мы как-то стараемся набирать так, чтобы нам на весь год хватило с расчетом и со стремлением с тем, что я действительно в следующий год посещу храм и снова наберу. Как вот это вот определить? Да, здесь возникает вопрос, что это за эксперимент такой над святой водой получается, раз мы смотрим, сколько она не портится у нас, да? Потому что одно дело действительно привезти откуда-то издалека воду, и она становится для тебя символом этой поездки, действительно святыней, которая роднит тебя со святыми, где ты набирал эту воду. А другой вопрос, когда у тебя есть доступ к храму, у тебя есть действующий священник, и ты можешь действительно поучаствовать в богослужениях и, соответственно, набрать этой воды, принести ее домой. А еще я вам один секрет открою, братья и сестры, тебе очень, может быть, знаешь, а может быть и нет. Но когда мы набираем в храм святую воду, мы не набираем по 100-200 литров, мы набираем обычную канистру, 10-литровую. А потом в течение года мы просто ее также добавляем, разбавляем, когда нам необходима эта вода для освещения утвари, для освещения облачений, либо же если происходит какое-то осквернение храма, собака забежала, либо еще что-то произошло, то есть кровь пролилась на пол, не обязательно, что драка, может быть, кто-то мясо занес. И, соответственно, мы берем эту воду, мы ею кропим, как говорится, стены, кропим полы в храме и друг друга тоже кропим. Поэтому ничего здесь зазорного такого нет. Я думаю, что вот это вот консервирование святой воды, это тоже очень такое на грани фола, на грани кощунства. Поэтому стоит задуматься, а для чего я это делаю? Неужели это Богу угодно? Неужели это меня, опять же, оправдывает в лице Божьем? Или же это дело из благоговения, страха Божьего? Зачем? Или для того, чтобы это была экономия, и другим людям досталась вода? Здесь уже другой аргумент работает, да. Но чаще всего это происходит просто по нашему суеверию неразумию, вот честно говоря. Зачем? Почему? Вот я почему и вспомнил про святыни, привезенные с Афона, потому что только буквально полгода назад я достал эти бутылочки, и мы с семьей начали буквально по колпачку ее выпивать. Говорит, одна бутылочка закончилась, вторая открылась, и вот потихонечку она расходуется. Я думаю, ну, закончится, ничего страшного, у нас святыни очень много вокруг, у нас и в Самарской области, и по России очень много святынь, ничего страшного абсолютно. Да тем более я священник, если необходимо будет, совершу молебен водосвятный, и та же самая будет вода освященная. — Отец Андрей, и последний вопрос, если можно вкратце, вот раз мы заговорили о хранении святой воды, действительно ли крещенская вода не портится много лет, и как быть, если все-таки святая вода испортилась? Потому что, к сожалению, такое бывает. И я даже сталкивался с тем, что освящали воду, набранную с колодца, и через какой-то промежуток времени там головастики появились. То есть, как вот человеку реагировать на это? Потому что, на самом деле, люди иногда приходят просто с недоумением. «Почка! У меня святая вода испортилась!» То есть, всё, мир никогда не будет прежним для человека. То есть, как вот на это реагировать? — Ну, с одной стороны, Богу подчиняется весь закон мироздания, а с другой стороны, я повторюсь, Господь волен, в принципе, покинуть то или иное святое место, если происходит его либо осквернение, пренебрежение этой святыней. Почему я и предупреждаю то, что нет необходимости хранить воду десятилетиями, либо годами. И я и сам был свидетелем того, что вода просто была протухшая, просто в силу того, что человек её рядом с батареей поставил. Нет смысла ставить эксперименты над благодатью Божией. Нет смысла ставить эксперименты, связанные с благочестием, со святыней. Ни в коем случае. Это приводит только к ощутству. Поэтому, братья и сестры, поучаствуйте в богослужениях, поддержите своих батюшков, придите, улыбнитесь им, поблагодарите их. Каждое доброе слово приятно даже кошке, как говорят. Поэтому дай Боже, чтобы мы с вами были не просто потребителями, а ещё и могли отдать своё сердце Богу. Поэтому, да, святыня должна цениться нами, святыня должна всё-таки и содержаться в чистоте, но об этом мы поговорим как-нибудь позже. Спасибо, отец Андрей, большое за беседу. Дай Бог, чтобы наши телезрители памятовали, что наши сердца, наши праздники, они направлены ко Христу и направлены на то, чтобы наша жизнь всегда была согласна с Евангелем. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Ангелы всем хранителя, с Богом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова